всем привет всем добрый день добрый вечер мы надеемся что у вас отличное настроение сегодня вторник традиционно мы говорим с главным человеком нашим человеком в москве это роман землю карман мы рады тебя приветствовать влад привет взаимно друзья у нас сегодня много тем очень разные очень интересные очень скандальные и даже пикантные поэтому перед тем как сразу значит в бой с места в карьер мы вас призываем подписаться на наши каналы друзья это канал свободный тоже друзья поддержите нас нажмите кнопку подписаться колокольчик обязательно и также конечно канал ромы цимбалюка друзья ну и конечно же наши телеграм-каналы подпишитесь и общайтесь с нами напрямую роман цимбалюк и свободный офишал мы с вами на связи 24 на 7 ну что погнали ну скандальных тем на самом деле давай самый горячий начнем это конечно же война это же конечно же мир либо капитуляция армении это же конечно же российские войска или это миротворцы в нагорном карабахе это победа азербайджана и майдан в ереване пром что происходит пожалуйста расскажи в нагорном карабахе что говорят в россии в москве и о чем договорились все таки что будет смотри но мне кажется этот кейс нагорного карабаха нужно рассматривать нам исключительно с точки зрения интересов украины и эта история ну мне кажется нам просто мега важна потому что это урок для нашей страны колоссальный урок номер один что если мы рассматриваем в перспективе освобождение оккупированных территорий то а нужно развивать свою военную силу вооруженные силы и насмотреть каким образом азербайджан провел успешную военную операцию это первое с другой стороны действия на армении в обороне они тоже заслуживают самого глубокого анализа с нашей стороны потому что ну знаешь как мы увидели мега технологическую на азербайджанскую армию и теперь смотрим на нас с одной стороны у нас много красивых заявлений о том что мы там ходим в какое-то очень почетное число по мощности украинских вооруженных сил однако на сегодняшний день если не ошибаюсь у нас только шесть ударных беспилотников на вооружении наших военных все остальное проекты на размышления планы и из-за этого нужно исходить на оценивая наши возможности теперь знаешь вот наша страна понятно на государственном уровне и это логично симпатизирует азербайджану который освобождает оккупированные азербайджанские территории армянам которые нас услышат я смогу сразу сказать что мы оперируем международным правом и на сегодня в кремле когда задали вопрос о статусе карабаха даже кремль отослал к международному праву и резолюциям уон который фиксирует наговор на карабах как статус азербайджана но почему эта история она очень такая многослойная для нас потому что понимаешь вот мы как бы якобы на стороне азербайджана понятно почему что армении голосует на по российской указке но по сути армения повторяет судьбу украины две тысячи четырнадцатого года потому что у нас же на самом-то деле кто был нашим главным союзником до четырнадцатого года по крайней мере согласно документам российская федерация все договора на стратегическом там партнерстве дружбе бла-бла-бла на будапештский меморандум история братские народы и всякий бред но когда наступил момент истины то этот брат оказался на самым простым и банальным оккупантом так вот что мы сейчас видим что армения до эта страна капитулировала и б это сделано было с молчаливого согласия российской федерации фактически кремль сдал армению знаешь есть такое у нас тут мы в украине никогда об этом человеке не знали но благодаря нашему дорогому президенту а он стал известен там сарик андерасян помнишь такой вот на прошлой неделе у них была заочная дискуссия с президентом зеленским этот парень обвинил на украину в том что мы поставляли фосфорные бомбы азербайджану чтобы наладить с ним взаимоотношения президент ответил там был эмоциональный текст на эту тему что мне что что вы свои языки позасовывали в жопы когда она атаковала на российская федерация на украину ну и естественно он опроверг опроверг факт поставок на фосфорных боеприпасов ну понятно это чисто российская калька российская пропаганда ну так вот сегодня когда армения испытывают минуты национального позора и национального унижения даже этот сарик андерасян написал такую интересную вещь тот самый сарик который кричал нашему зеленскому что крым наш он написал что получается что нас сдали что нас россия сдала и это важно для понимания теперь мы как бы возвращаемся к месту украины на этой на геополитической карте потому что игра против украины понятно не закончена теперь вывод можно сделать только один что можно опираться исключительно на свои вооруженные силы и на на военные союзы с более мощными игроками в нашем случае ну альтернативы нато и ес нет но в первую очередь нато процесс этот идет как бы сближение но мы не члены поэтому защищать свою землю нам придется самим и вот сейчас почему-то мне так кажется видишь все очень резко но вообще люди такие знаешь реактивные тут сначала мы обсуждали кравчука с его на планами потом раз такой щелчок и все внимание в нагорный карабах но все эти процессы по украине они ниже они же не не закончены и вот мне кажется зеленскому этому автору на концепта нужно только прекратить просто прекратить стрелять ермаку кравчику фокину и сивохи потому что это один идеологический на концепт нужно внимательно посмотреть что происходит с пашиняном как требует его отставки как избивают его на представителей который в его властной команде для того чтобы эту ситуацию как-то на себя немножечко посмотреть потому что если вот эти вот товарищи на которые сейчас ну вроде как ушли на самоизоляцию среди из-за коронавируса и мы желаем им скорейшего выздоровления и возвращению к полноценному выполнению своих государственных обязанностей если они будут просто продвигать мир на донбассе в таком вот ключе как бы как сейчас но по сути которые можно интерпретировать как способ прогнуться под россиян будет аналогичная ситуация вот это тот важный аспект потому что лишь я специально стараюсь она в анализе этой ситуации уйти от однозначных оценок с точки зрения понятно нагорный карабах это не наша война и здесь просто нужно сделать правильные выводы и опять же только вооруженные силы могут сохранить наше государство а то у нас как-то видишь тут вроде как денег нету на армию систему питания как-то изменили что значит из солдата ты не кормишь физически ты не кормишь солдата правильно вкусно это вопрос там престижности на службы в армии и куча-куча-куча всего то есть эти товарищи они уже экономят на вооруженных силах экономишь на своей армии но столбов как говорится на банковой достаточно много ну там берез вроде нету но другие там елки что там растет это важно для понимания сегодняшнего всего расклада и что еще один из таких важных моментов что получилось кто победил в этой истории но путин победил теперь российские миротворцы в кавычках миротворцев потому что те подразделения которые они назвали миротворцами они все принимали участие в оккупации крыма и донбасса как мне кажется очень важный момент тогда они были в отпуске теперь они не в отпуске но навыки российские нас как они нажимают на спусковой крючок он от этого не меняется по сути армения становится полностью вассальным государством в той части нагорного карабаха который остался на де-факто за армении будет теперь ну российские миротворцы у них есть такая особенность что а ты их никогда не можешь выгнать и на через некоторое время всегда становится вопрос они миротворцы или они русские оккупанты плюс к этому к нагорному карабаху где будет этот миротворческий контингент еще азербайджан получает возможность транзита через территорию армении в свой анклав вот этот там где нахичевань и это будет обеспечивать безопасность этой дороги пограничная служба фсб российской федерации ты понимаешь даже исключительно с военной такой точки зрения силовой насколько сильно теперь армения зависит от россии и да пашинян теперь он россии конечно уже не нужен и вот вот этот вот момент а важно мне кажется в зеленском нужно просто посмотреть что происходит когда ты а проиграешь войну и б прогибаешься под на россию и кремль ну пашиняну можно посочувствовать потому что других там альтернатив не было но в конечном итоге тот кто попадает в такое положение он выбрасывается в первую очередь кремлю и наверное в последний момент вчера же на азербайджанцы случайно сбили вертолет российский так вот на фоне всего этого этих двух парней которые там погибли уже забыли и это важно что когда они играют в такую глобальную игру ну жертвы бывают важно это вот в контексте вот этих обывательских заявлений зеленского нужно только прекратить стрелять да я хотел подвести к этому более мягче но по сути то что произошло моя оценка если позволишь это то что армения по сути оккупирована с сегодняшней ночи российской федерации это то что к чему я хотел привести и что хотел тебе сказать по сути до армении она становится оккупированной потому что этот анклав с коридором да и с армией по обе границы стороны да и с коридором и спецслужбами ну по сути да это оккупаться называется в этом еще раз нужно отдать должное россии кремлю как они играют фактически а армения а унижена а военном плане проиграла и б фактически она еще должна оплачивать свое спасение за счет российской федерации которая сделала все чтобы произошло так как произошло это интересно вот в этом плане понимаешь я я на самом-то деле как бы опять же с точки зрения международного права понятно на стороне баку но с точки зрения вот этого человеческого аспекта то у меня сочувствие к армянам очень очень глубокое потому что знаешь как мы и в такой же ситуации в четырнадцатом году и если у нас как бы будут вот эти вот на дебильные заявления на тему свободная экономическая зона для донбасса до 50-го года о чем как то так вот сейчас у нас говорят как бы какие-то ищет понимаешь вот что меня пугает что украинская власть сейчас она ищет какую-то такую схему чтобы мягко прогнуться под россиян и лечь под россиян а мягко не получится потому что мишка он придет как бы он сначала натянет всех зеленых а потом всю украину и вот о чем я говорю стоит сказать стоит сказать что ты говоришь что мы не сравниваем с нагорным карабахом с конфликтом но я бы хотел все таки сказать что ситуация в нагорном карабахе она в регионе и по своей сути максимально близка к ситуации которая происходит у нас на донбассе то есть эти военные конфликты они максимально похожи и я бы хотел все-таки отметить в контексте нашего разговора что азербайджан к этому шел 30 лет это во-первых на а у нас прошло всего лишь 6 лет это мне кажется важно понимать и позиция номер два это конечно же прямое участие турции прямое участие турции да потому что я не думаю что все-таки киев и будет официальный киев договариваться о военной поддержке также с турцией да хотя я думаю что турки были бы только рады поучаствовать в такой же компании на донбассе почему-то мне так кажется да и тут ну вопрос на то он является ну реально без альтернативным хватит ли нам еще 24 года что было 30 в пример карабах для того чтобы понять что нам нужна военная поддержка мощнейший какой-то машины для карабах это и баку это турция для нас все-таки это соединенные штаты и нато я об этом говорил что бы в любом случае вопрос того где мы ищем себе союзников то есть это собственные силы и на участие в каких-то военных блоках я об этом говорил я не совсем соглашусь с тобой что как бы можно делать полностью кальку на между азербайджана армянским конфликтами украина российским потому что у них все-таки там история отношений и и спорность этого региона но там ну по сути там можно смотреть сто лет назад и изучать историю этого процесса это что произошло в 90-х годах это называется межэтнический конфликт потому что посмотри там где были совместные поселения в конечном итоге чей флаг те люди то есть там и под армянским флагом не живут азербайджанцы и под азербайджанским флагом соответственно не живут армяне в нашем случае все-таки ситуация немножко другая потому что это чисто российское на военное вторжение это ну это важно отметить плюс я бы не рассчитывал в этом пассиансе да там черноморском на помощь турции в таком ключе как мы как у азербайджана ну что там тоже но очень масса нюансов и турки не будут за нас и навоевательная с россии на донбассе я хочу тебе даже в этом плане за что давай сейчас прошло не на россиянами я позволю себя перебить тебя а за свой крым вот 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 потому что сейчас даже в россии произошла такое смена акцента в части оккупированного крыма теперь они даже как бы не рассматривают это что они отжали украину они так говорят в таком ключе что турция претендует на на крым и тем самым бы где стратегическим или гео противником в данном случае является турциям а не украина на эти горю в нашем случае если у тебя нет сил если у тебя нет союзников если он на высшего военного руководства страны туман в голове никто с нами считаться не будет и если президент украины еще вот наскоро новый год как бы мне очень интересно как будет звучать его поздравление но если он еще раз скажет фразу какая разница называется твоя улица но это это диагноз понимаешь то есть история она это показывает только одно что если ты слабый и глупый а здесь на прямая взаимосвязь еще бедный добавляется к этому никто к тебе относиться с уважением не будет ни западные партнеры не турция не тем более на российская федерация тогда перед предлагаю перейти прямо к диагнозам у владимира александровича зеленского президента украины диагностировали к вид также у андрея ермака руководители его офиса давай так в этом контексте и в совокупности проблем которые сейчас происходят в украине и в киеве как ты думаешь это смена акцентов или это реальное заболевание все-таки ну видишь это опять же диагноз который поставила украинское общество руководству потому что очень многие как раз в восприняли это чуть ли не как дезинформацию способ как-то как бы на переместить вот это вот центры общественного внимания на болезнь руководства ну я буду исходить что так она очевидно вполне возможно что мы живем сложные эпидемиологическое время если посмотреть как зеленский к этому относился сколько публичных мероприятий где он ходится или без маски совсем или с маской которая вот здесь почему-то у него висит и фотографируется в продуктовых магазинах это просто говорит о том что бы ну знаешь если высшая государственная руку высшее руководство государства прямым текстом писает и на эти или какая-то на эти защитные меры они просто понимаешь не понимают что ты пример для всех остальных это закономерный итог плюс вся эта история с коронавирусным фондом на который нам денежек далее наши западные партнеры они кто-то другой построены на деньги направленные на дороге еще на какие-то проекты и система медицины нашей стране полный коллапс и сколько я вот смотрю сейчас не лекарств нет в больницах в части там антибиотиков не свободных мест палатах и получается что если ты заболел то вот вот мы сейчас вступаем в такую фазу что а чтобы выжить нужно иметь реально куча бабла и нужно иметь связи и это очень страшно добавлю что в россии при всех этих там их них заявлениях путина о том что у них там три вакцины могут уже говорить хоть 30 ситуация аналогичная то есть тоже вот отсутствие дефицита антибиотиков и переполненные больницы москве это еще мельчей степени в регионах читаешь просто такой жестяк что хотел бы сделать два вопроса задатели разобрать с тобой две ситуации которые вызвали максимальный резонанс в социальных сетях это значит нажаль от пресс-секретаря владимир александровича до нажали чувствует себя хорошо с тремя точками было сделано и конечно же с другой для того чтобы был противовес это так называемый дам парах обод берегов который сказал мы слава богу что хоть какие то есть хорошие новости подразумевает что владимир александрович и его руководитель офиса заболели на ковид все-таки это такие диаметрально противоположные ситуации я бы хотел чтобы все-таки ты их прокомментировал тут не о чем говорить понимаешь нажали президент себя чувствует хорошо когда заявляет его пресс-секретарь это говорит только одна о владимир александрович и который подбирает себе кадры а то что он на журналистка спельно там на как бы стивит юлию мендель но нет ничего удивительного потому что она как бы себя до заказа зарекомендовал на эту должность и как цепная собака которая бросается на журналю грудью в прямом смысле этого слова и мы же помним разные периоды нашей страны когда пресс-секретарь президента был в отличие от мендель реальным игроком на информационной доске украины который генерал новости который имел право говорить от себя который входил в ближний круг принятия решений и озвучил позицию головы украинского государства так что касается практически всех это только юлия менделя она у нее какая-то такая полу техническая должность и в москве обращались на ребята говорит и можете помочь себе за цену с мендель чтобы как-то организовать интервью зеленским я говорю ну сейчас я подумаю и через пять минут мне пишут типа да нет не надо нам уже сказали что она ничего не решает в этих информационных коммуникационных вопросах а что касается берегова понимаешь я все равно сторонник того что нужно всегда оставаться человеком и неважно твои как бы политические взгляды ну петр алексеевич тоже болел как бы и зеленский болеет сейчас но мы люди и ну человеческое обличие терять мне кажется просто просто не стоит хорошо тогда если это все правда и владимир александрович действительно заболел на ковид вместе с андреем ермаком хоть как бы мы к нему критично не относились конечно мы желаем им здоровья до чтобы не поправлялись и быстрее приступали к своим обязанностям прямо на месте на банковой хотя меня если честно смущает что по сути офис президента остался без руководителей и так мне кажется работа хромала мягко говоря да а сейчас два главных человека на банковой физически отсутствует интересно что там происходит гуляй поле что ты имеешь ввиду президента и и вице-президент на как это на общественных началах дам зеленский ермак ну юля же менделя осталась так что так что я по этому поводу не переживаю понимаешь во первых это же болезнь она не предполагает что человек отключает сознание и уходит полностью куда-то центр принятия решений он все равно остается и если ты правильно все организуешь то ты можешь продолжать работать тем более насколько я понимаю по официальным заявлениям протекание болезни но в легкой форме и пока с этим можно ну как бы продолжать работать и как бы главные рычаги если они у них в руках не выпускать рычаги управления государством хочу перейти к следующей теме это все-таки наш политический кризис конституционный глубокий глубочайший бы сказал политический кризис куда наша страна катится или там не знаю стремится прям штопором да но хотел бы предложить в таком под таким углом рассмотреть мы на канале обсуждали то что была попытка назначения одного из значит судей конституционного суда мы знаем что в конституционном суде украины остаются три вакантные позиции и была попытка назначить туда юрия павленко это член фракции оппозиционной платформы за жизнь и тут все-таки я должен отметить что мы детально на нашем телеграм канале об этом писали в наших стримах на канале для нас это критично важно я хотел бы с тобой это обсудить потому что юрий павленко за которого по итогу голосовал парламент он не имеет ничего общего с юриспруденцией ничего общего с чем-то хотя бы юридическим этот человек который был ну лет 20 последние народным депутатом только потому что удачно женился он имеет историческое образование исторический факультет он оканчивал и значит парламент попытался сделать его судьей конституционного суда это венец юридический всего юридического в стране которые люди которые трактуют законодательство все на соответствие главному закону страны как это может делать историк гинеколог или либо же сантехники я не очень если честно понимаю для меня это звучит максимально дико но что еще более дико я прости что долго но я должен это сказать это то что проголосовало 100 народных депутатов 23 из которых слух народа но из этих 23 слух народа это фактически первая двадцатка партии списка слуг народа то есть это лица по сути партии и вот как минимум восемь человек это руководители комитета верховного совета которые по идее умные образованные люди которые понимают там есть и юристы и правоохранительного глава комитета и антикоррупционной политики которые должны понимать что это ну шизофрения сумасшедший дом тем не менее они нажимают зеленую кнопку юрий павленко этот историк чуть не стал ну на олимп на эверест на срок 9 лет судей конституционного суда объясни пожалуйста что происходит вообще в стране не стал же понятно что эти судьи конституционного суда они назначаются по квоте на верховной рады и то что павленко выдвинули на эту должность у нас же есть прекрасная партия русского мира они собственно его и выдвинули что касается того что часть слуг за него голосовала ну я просто это вижу в таком ключе что фракция прошу прощения фракция слуг народа она де-факто не де-юра де-факто распалась и сегментировалась на различные фракции которые как бы притягиваются с одной стороны русским миром и очень много вот этих вот заявлений о том что даже там вот по результатам местных выборов что вот слуги должны делать коалицию типа именно с упозажет как мне кажется вот это вот как бы склонение чаще весов в сторону пророссийского откровенно пророссийского проекта просто ускоряет политическое обнуление партии слуга народа зачем они это делают как бы именно в части этого голосования я не знаю но изначально было понятно что у павленко шансов пройти нет ну и вообще вот если ты говоришь там конституционный кризис ну по сути он как бы у нас затормозился потому что решили то есть не то что решили а сама жизнь подсказала офису президента что разгонять в неконституционный способ суде конституционного суда никто не будет потому что даже во фракции зеленых нет для этого голосов а в конечном итоге оно понемножечку все уходит в такой конституционный способ что сейчас поправят этот закон про декларирование его вернут а судьи ну что будут ждать когда они там физически как бы что там покинут эти должности тут же знаешь вот особенности нашей страны вот у нас я вот субботу смотрел как к дому Тупицкого к дому который вне его декларации которую он в том числе и отменил чтобы не декларировать привезли виселицу и я смотрю на эту виселицу и чувствую как бы что внутренне я этих людей поддерживаю потому что действия конституционного суда они за гранью логики хотя почему за гранью логики они сами отмазывают сами себя но вот виселица и билет в Ростов по-моему это не то что нам надо то есть во первых что значит билет в Ростов то есть вы хотите сказать что люди которые нарушают закон Украины которые предают государство Украины они имеют право просто так взять и уехать жить в Ростов ну на самом-то деле не в Ростов а в случае судьи Тупицкого в Крым где он оттоварился недвижимостью по-моему для этих людей лучше все таки не виселица и билет если уже использовать я думаю лучше гильотина а вместо билета в Ростов все таки билет в Лукьяновское СИЗО ну вот в таком ключе у нас как-то видишь общество не думает и наши там борцы с коррупцией хотя мне кажется Лукьяновское СИЗО самый лучший вариант для решения этой проблемы да мы ввели прямую трансляцию из под дома Тупицкого о которой ты говоришь эксклюзивная версия с крыши машины вот эта вот которая пыталась значит протаранить полицейские полицейское заграждение но я хотел бы знать что тебе еще буквально по этой теме пару слов сказать это то что ты помнишь как разгонялась тема по поводу того что зам Тупицкого Литвинов который оканчивал специальное какое-то высшее учебное заведение которое имеет отношение к специальным службам и этот месседж прям активно несколько дней активно разгонялся при этом всем другой лучший друг президента господин Иван Баканов который возглавляет по моему глубочайшему удивлению до сих пор служба безопасности Украины значит никак даже не отреагировал на это и вообще меня немножко смущает что служба безопасности до сих пор в этой ситуации стоит где-то в стороне но это полная какая-то анархия когда по информ темникам обвиняются чуть ли не в работу и в шпионаже на государство с которым воюет наша страна при этом служба безопасности которая напрямую это другая рука этого же офиса президента никак на это не реагирует что с этим происходит ну а что всех поздравляю с президентом Зеленским ну видишь это просто говорит о том что еще до того момента как он ушел на самоизоляцию вопросу проявляемости в Украине он как бы желает лучшего я тут даже не вижу что добавить по этому поводу видишь у нас по многим позициям главная заслуга Баканова на этой должности сколько уже полтора года то что он друг семьи президента но слушай я уже не просто так вспоминал про столбы и березы на банковой если ты на ключевые должности набираешь и назначаешь людей по принципу друг он тебе или не друг ты с ним жил в одном дворе в своем детстве или в разных городах то ну как бы не удивляйся что президентство закончится так же стремительно как и началось потому что видишь все вот эти вот штуки пророссийские они возможно исключительно при импотенции силовых органов что мы сейчас ярко наблюдаем предлагаю переходить немножко к лучику позитива и добра как говорит наш один экс коллега по цеху это все таки новости из Германии да где Pfizer анонсировал анонсировала выпуск значит вакцины против коронавируса и акции многих компаний мировых начали расти на фоне этих заявлений скажи пожалуйста мы же уже слышали анонс в той же москве по поводу того что существует уже вакцина ну я что-то не заметил чтобы в мире стало легче хотя времени прошло достаточно как ты считаешь после заявления немцев и Pfizer все таки мир освободиться от этой если можно сказать чумы что ли ну чумы наверное это громко сказано потому что смертность несколько столетий в Европе чумы была там сколько 80 процентов то сейчас по словам нашего дорогого президента у нас смертность 1,5 или 7 процентов то есть у нас даже лучше чем в Европе вот но сама новость это она на любой быт на чем что она сразу подстегнула рост цен на нефть потому что рынок это воспринимает как конец эпидемии как восстановление авиаперевозок ну и вообще бизнес активности перемещения людей и перемещения как результаты денег вместе с этими людьми и вот это интересно в том контексте как мне кажется что совсем недавно тут один товарищ кум Виктор Владимирович и вся Медведчук и вся его фракция они ввязали что нужно срочно закупать на российскую вакцину потому что якобы Медведчука ей укололи и вот я просто хотел бы на эту ситуацию посмотреть не с точки зрения медицины а с точки зрения политики что россияне заявили о том что они создали 3 вакцины против коронавируса но это никоим образом не повлияло на положение дел на мировом рынке и это говорит о месте российского государства на этой планете вот если через это посмотреть то это очень-очень любопытно ну и будем надеяться что они там декларируют что у них там 90% шансов на то что человек который был укол от этой вакцины не заболеет коронавирусом это очень-очень круто Ром ну и предлагаю у нас остается совсем немножко времени предлагаю поговорить о наверное самой пикантной теме за последние много-много-много лет наверное это как-то правильно сказать футболист Артем Дзюба который попал в эпицентр значит рукоблудного скандала это капитан футбольной команды Зенит лидер сборной России и один из наверное самых выдающихся футболистов современности России было опубликовано пикантное видео после чего в России ну цунами прям произошло мне кажется в информационном поле прав или нет и что вообще происходит в России и откуда все это появилось скажи пожалуйста о чем это это все те же скрепы похоже на то понимаешь что интересно ну то есть я как бы расшифрую все слили мне видео где капитан сборной России по футболу Дзюба в своей кровати мастурбирует я не знаю как это видео получилось его там не невнимательность или еще не или кто-то вскрыл его телефон но меня знаешь в этой истории больше всего поразило как с ним казалось бы с кумиром многих россиян расправляется вот это вот российская скрипоносная толпа понимаешь он никого не убил можно сказать что его выгнали из сборной страны лидера вот это меня просто больше всего поразило что человек никого не убил никого не оскорбил никого ну я не знаю никто не пострадал он не сделал ничего плохого ну с моей точки зрения и меня вопрос именно реакции российского общества просто поражает и это прикольно в том плане что вот понимаешь это по своей информационной технологии очень похоже как был как освещался судебный процесс над Ефремовым которого которому перемывали косточки разбирали на там какие-то информационные атомы этот кейс сейчас вот аналогичная ситуация с этим дзюбой это конечно ну вот я сказал что я просто поражен тем как российская информационная машина может просто человека взять и просто раскатать ну и самое главное что его выгнали с работы по сути вот но приятное в этом что вот этот мега информационный кейс он вообще не касается Украины и у нас получается что во многом русские языки в Украине и в России но у нас своя повестка дня у них своя и пусть они как бы берутся руками за что хотят главное чтобы не трогали нас вот это наверное такой очень важный позитивный кейс я хотел бы сказать кстати говоря что в Украине наверное такой скандал в принципе мне кажется и не мог бы состояться а если бы и состоялся то возможно человека даже бы что-либо и похвалили ну в этом есть отличия мне кажется ну с самой повестки дня России и Украины и самого ментального вот этого какого-то восприятия что ли я говорю о том что понятно что было бы что-то у нас подобное желтая пресса бы об этом написала но здесь всем вот эти вот ток-шоу в том числе они переключились на это то есть это для чего используется ну например чтобы там Россия вместо того чтобы обсуждать атаку якобы случайно азербайджанцев по российскому вертолету и гибели российских военных летчиков они как бы занимаются этим вопросом просто это на эту ситуацию я смотрю не с точки зрения физиологии конкретно взятого мужчины а с точки зрения информационных процессов и информационных потоков и управления ними вот это ну как бы заслуживает внимание а тут кто кто что человек за что он берется руками главное чтобы он потом мыл руки ну и вообще личная жизнь я считаю что она на то и лично аспект нужно оставить за скобки вот друзья свободными рома спасибо тебе большое за этот прекрасный максимально насыщенный плотный эфир ну и самое главное будь осторожен в москве все буду украина все буду украина на до следующей неделе пока 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 tide Субтитры сделал DimaTorzok